Промежуточная. Главное — подъём. 2 сентября с Байконура отправился пилотируемый союз с космонавтами Сергеем Волковым, Андресом Могинсеном и Айдыном Аймбетовым. Запуск экспедиции стал юбилейным — пятисотом для площадки номер один, которую ещё называют «Гагаринским стартом». Стыковка корабля «Союз ТМА-18М» с Международной космической станцией в пятницу, 4 сентября. В МГТУ Мини-Баумана, как полагают многие главным техническом вузе страны, прошла юбилейная 50-я церемония посвящения в студенты. В этом году первокурсников поздравил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров. Для вас действительно созданы уникальные условия для того, чтобы вы смело и открыто вступили в жизнь и многое поменяли и перевернули. Именно сделали то, в чём мы сейчас нуждаемся — в новом импульсе в развитии нашей страны, нашей экономики и нашей промышленности. С другой стороны, я хочу сказать, что МГТУ Мини-Баумана является базовым вузом для ракетно-космической промышленности. И не случайно в МГТУ связаны имена и Королёва, и Челомея, и Бармина, и многих выдающихся деятелей, которые сделали очень много для нашего российского космоса. И то внимание, и та забота, которую мы и сейчас даём МГТУ со стороны предприятий и Ракетно-космической корпорации «Энергия», и Центра эксплуатации наземно-космической инфраструктуры, и всех других многочисленных предприятий ракетно-космической промышленности, будет дальше развиваться и продолжаться. Я хочу пожелать вам удачи в вашем непростом пути и сказать, что до скорых встреч! С орбиты студентов поздравил экипаж Международной космической станции – Геннадий Падалко, Михаил Корниенко и Олег Каноненко. Вы вступили в семью Бауманцев, поступили в один из лучших технических университетов мира. Впереди у вас много трудной и интересной работы. Учитесь, занимайтесь спортом, дерзайте! Пожелал студентам успехов в учебе и Владимир Соловьев, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, тоже выпускник Бауманки. Вы, своего рода, вступаете в такой длительный космический полет, сложный полет, со своими перегрузками в процессе сессий, с временами, нештатными ситуациями. Но, тем не менее, мы все желаем вам успешного завершения этого полета. Выпускники МГТУ Мини Баумана будут проходить практику и работать на предприятиях Роскосмоса. В том числе, на новом российском космодроме «Восточный». Я сюда приехал поступать из Дальнего Востока. Соответственно, там строится новый космодром «Восточный». Ну, и это довольно-таки перспективное направление. То есть, с трудоустройством проблем вообще не должно быть никаких. Этот технический университет не зря называют вузом космических возможностей. В будущем кто-то из выпускников наверняка отправится в космос или даже полетит на Луну. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» объявила конкурс на лучшее название нового пилотируемого транспортного корабля для полётов к Луне. Конкурс продлится до 2 ноября, а результаты объявят в начале следующего года. Победители определят общественным голосованием. Главный приз конкурса — поездка на Байконур на запуск пилотируемого корабля весной 2016 года. Информации и условия участия в конкурсе размещены на официальном сайте РКК «Энергия». В сентябре на небосклоне будет хорошо видна планета Венера. Утренняя звезда станет появляться перед восходом Солнца. С каждым днём Венера будет подниматься всё выше и достигнет максимальной яркости к 21 сентября — дню осеннего равноденствия. Блеск Венеры будет в 23 раза превышать свет Сириуса — самой яркой звезды небосвода. Переходим в проверку герметичности. Для отсчёта нажмите «Да». В следующем году российские космонавты выйдут в открытый космос в новых скафандрах «Орлан» МКС. Их доставит на станцию грузовой корабль «Прогресс». Новые скафандры рассчитаны на 20 выходов в открытый космос. После исследования карликовой планеты Плутон аппарат «Новые горизонты» будет направлен к 60-километровому астероиду в поясе Койпера. У новых горизонтов остался всего 1% топлива. Поэтому аппарат будет двигаться с неизменным курсом и достигнет астероида в 2019 году. На фотографии спутник Диона на фоне планеты Сатурн. Её диаметр — 1100 километров. Тёмная линия, пересекающая кадр, — это знаменитые кольца Сатурна, которые видны с ребра. Их толщина всего 1 километр. Снимок сделан космическим аппаратом «Кассини». Орбитальный телескоп «Хаббл» сделал снимок космической бабочки, расположенная от нас в 2000 световых лет планетарная туманность PNM29 напоминает насекомое. Такая форма объясняется двойной звёздной системой. Галактика Андромеда над итальянскими Альпами. До неё 2 миллиона световых лет. Это самый далёкий объект, который можно увидеть невооружённым глазом. 2 сентября 1906 года родился известный советский фантаст Александр Казанцев. Трудовая биография писателя началась во Всесоюзном НИИ электромеханики. Здесь, на будущем флагмане отечественного спутникостроения, Александр Петрович работал главным инженером. Своё предприятие он называл «Институтом Жюля Верна». Казанцевым написаны «Планета бурь», «Лунная дорога», «Ступени грядущего», «Фаэте». Многие романы писателя были экранизированы. Эх, Дарвина бы сюда. А Дарвин здесь ни при чём. А как же человек мог появиться в эпоху доисторических ящеров? Ну мы-то появились. А, мы прилетели. Роман, а ведь Алёшка прав. Дарвин объясняет только первоначальное появление разумного существа из животного мира. А его распространение по планетам в дальнейшем имеет уже отношение к Циолковскому, а не к Дарвину. Самый большой спутник Солнечной системы — Ганимед. Он вращается на орбите Юпитера. Его диаметр более 5000 километров. Больше, чем планета Меркурий. Ганимед покрыт каменными и ледяными породами, возраст которых равен возрасту Солнечной системы. Спутник Юпитера имеет магнитосферу, что указывает на горячее ядро внутри. Ганимед был открыт Галилео Галилеем. В 1610 году с помощью созданного им первого в истории телескопа. В Роскосмосе в цехах Ракетно-космической корпорации «Энергия» испытывают корабль новой серии «Союз МС». «МС» значит «модернизированные системы». Когда отправится в космос Новый Союз? В программе «Космонавтика» на телеканале «Россия-24» в ближайшие выходные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин